Приветствую! В этом видео мы поговорим о двух законопроектах 9074 и 9075. Это те законопроекты, которыми предлагается внести изменения в закон Украины о порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины. Вот давайте теперь обратимся к тексту этого законопроекта и посмотрим, что же нам хорошего такого предлагают. Итак, как мы видим, данный законопроект предлагается депутатам Мазурашу, который уже, собственно говоря, далеко не первый законопроект предлагает по изменению правил выезда из Украины. При этом, что он нам такого хорошего сулит? Вот первое предложение звучит так. Громадянин Украины не может быть обмежен в праве на выезд из Украины и въезд в Украину ни за каких-то других подстав, кроме предбаченных в этом законе и других законах Украины. О чем этот пункт? В этом пункте он предлагает установить правило, согласно которому запрет на выезд из Украины и въезд в Украину может устанавливаться этим законом и другими законами. Но, во-первых, закон о порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины уже содержит такое правило в той же самой первой статье. И там сказано, что гражданин Украины может выехать из Украины во всех случаях, кроме тех случаев, которые установлены этим законом. Но вот чего нет в этом законе, так это второго правила. Теперь Мазурашу говорит, что право на въезд в Украину может быть ограничено законом. Знаете, что здесь интересного? Кто-то не читал Конституцию, потому что, если мы обратимся к тексту Конституции и посмотрим 33 статью Конституции Украины, мы увидим, что гражданин Украины не может быть лишен права в любой момент вернуться в Украину. Это правило зафиксировано в Конституции Украины, и оно не может ограничиваться даже законом. Но, уважаемый депутат, предлагает нам внести еще и такое ограничение. То есть нам мало ограничения на выезд из Украины, давайте еще будем ограничивать право на въезд в Украину. Прикольно, классно чувствуется, что действительно народный избранник о народе думает. Что предлагается еще? Предлагается новую статью ввести и там установить следующее правило. Первое правило. В умовах военного стану, граждане Украины, которые військовозобвязаны для выезда из Украины, мают додатково надать письмовый дозвіл на тимчасовый выезд за кордон от ТЦК и СП. Або нотариально засвеченный обвязок повернуться в Украину не позже, чем через 30 дней после выезда за кордон. Ну вы понимаете вообще? Ну что это за предложение? То есть ты либо получи разрешение от ТЦК, либо нотариально напиши заявление и нотариально заверь там подпись. И что? А какая сила этого заверения? Смысл в этом? Объясните мне, пожалуйста. Но он смысл говорит и сейчас я поясню. Второй абзац здесь касается тех, которые, людей, которые являются военно обязанными, но не подлежат мобилизации. Эти люди при пересечении границы должны будут еще подтвердить, что они не подлежат мобилизации. Опять же требуется нотариально засвеченный обвязок повернутость в Украину. Вопрос, а в чем смысл? Далее здесь, если мы посмотрим, про спортсмена ведется, говорится о том, как они должны выезжать, что они должны на даты лист петверджиня, ведь центрального органа выканавча и влады. В чем смысл этих всех документов? В чем смысл этого обязательства? Смысл в том, что если вы не вернетесь в Украину в тот срок, который указан в вашем обязательстве, то вас ждет наказание. Да, здесь так и написано. Несуть відповідальність за це відповідно до чинного законодавства. Знаете, что смешное? Если даже этот законопроект примут, відповідальність чинным законодавствам не порадбачена. То есть это вопрос отсутствия комплексного подхода к решению проблемы. Вот. То есть он пишет, что если ты не вернешься вовремя, то понесешь ответственность, установленную законодательством. А законодательство не предусматривает за это ответственности никакой. Вот в чем прелесть. Но там есть еще продолжение. Как можно избежать ответственности? Да, как можно избежать ответственности, которая не предусмотрена законодательством? Ну вот у нас такое есть, друзья. Я не оговорился. То есть здесь это дословно, ну и имеет смысл, избежать ответственности, которая не предусмотрена законодательством. Так вот он говорит, чтобы избежать ответственности, нужно добровольно на ЗСУ перечислять сумму, которая даривнюю размеру прожиткового минимуму для працездатных граждан, ось воно, за каждый додатковый, после завершения термину, протягом которого гражданин мав вернуться в Украину, полный тыждень перебывания за межами Украины, педчас дии военного стану. То есть, грубо говоря, ты выехал, не вернулся вовремя, заплати на ЗСУ в месяц получается 4 прожиточных минимума. И все, оставайся там. Судить о целесообразности этих предложений вам. А я скажу, что дальше интересного есть. Дальше он говорит, что крім осіб, зазначенных у частині четвертой цієї статті, право выезду за межі Украины педчас дії военного стану може бути надано і іншим категоріям громадян, які є військовозобовязанными. У порядку та на умовах, затвердженних кабінетом міністрів України. І вот здесь, вот здесь, вот это мене дуже смущає. А я напомню, що тот запрет, який зараз действують на в'язку із України, фактический запрет. Он не соответствует требованиям законодательства. Напомню еще раз, что на сегодняшний день есть у нас стаття 33 Конституции Украины, где сказано, что кожному, кто на законных підставах, перебувая на территории Украины, гарантуется свободу пересувания, вильный выбор, место проживания, право вільно залишать территорию Украины за винятком обмежений, которые установлены законом. Право вильно залишати территорию Украины за вынятком обмежень, які встановлюються законом, не кабинетом министрів, не постановою Кабмина. А на сегодняшний день закона, который установил бы вот такое ограничение, просто не существует. Ну, имеется ввиду ограничение во время военного положения. Нет такого закона. И когда сейчас предлагают изменить подход и говорить о том, что право выезду за межи Украины печатди военного стану може бути надано, стоп, в смысле може бути надано, так оно у меня уже есть. Оно закреплено 33 статьей Конституции Украины. В смысле будет надано? И надано посмотрите кем? У порядку-то на умовах, затвердженных Кабинетом Министрів Украины. Класс! Класс! Просто откровенное противоречие Конституции в двух местах. Прекрасный законопроект, что здесь сказать? Но я хочу вас успокоить. Тот факт, что этот законопроект 9074 в двух, как минимум в двух местах противоречит Конституции Украины, ничего страшного. Знаете почему? Его никто не примет. В принципе, судьба большинства законопроектов, она такова. Остаться законопроектом. И вот этот законопроект, я думаю, тоже никто принимать не будет. И я надеюсь, что его не примут, потому что нельзя принимать законопроект, который противоречит Конституции Украины. Который предлагает механизмы абсолютно непонятные. Который предлагает легализировать сейчас тот запрет, который существует уже год в нашей стране и не соответствует Конституции. Снова же. Не соответствует требованию 33-й статьи Конституции. Но давайте не будем отчаиваться. Давайте не будем смотреть на эту ситуацию как безвыходную. Все-таки у нас на сегодняшний день есть правила пересечения государственной границы. Которые утверждены Кабинетом Министром Украины. Которые вводят по сути незаконные ограничения. Но тем не менее, они в то же время дают и определенные возможности. То есть они дают возможность пересечь границу. Нужно лишь что сделать? Увидеть эту возможность. Собрать соответствующие документы. А я уже по своему опыту знаю, что у многих людей эти возможности реально есть. У них есть уже фактические возможности для выезда. Просто нужно юридически это оформить. Что я имею ввиду? Очень часто люди забывают, например, о том, что инвалидность тещи либо тестя, если это инвалидность первой либо второй группы, является основанием для того, чтобы выехать. Забывают о том, что тот факт, что с вами живет бабушка 80-летняя, ваша родная бабушка, за которой вы ухаживаете уже несколько лет. Но вы не оформили это юридически. Так вот, нужно оформить и вы сможете выехать. Если вы сейчас, в это тяжелое время для многих стариков, помогаете своему одинокому соседу-старику. Он не ваш родственник. Вы ему помогаете просто потому, что вы не можете по-другому. Потому что в условиях там постоянного отключения электроэнергии, человек, старик, который живет на восьмом этаже, ну, он умрет с голоду. Потому что он, если выйдет на улицу, да, то там он умрет от холода, потому что сил у него подняться пешком на восьмой этаж не будет. А останется дома, умрет с голоду. И вы помогаете этому человеку. Так оформите эти отношения юридически. Оформите за ним догляд. Помогите этому человеку выехать из Украины. Потому что в такой тяжелой психологической обстановке этому человеку, безусловно, тяжело. И ему будет лучше жить где-нибудь в Европе, где не работают сирены по несколько раз на день, где ничего не прилетает, не взрывается. Ну, а теперь же я забыл сказать о законопроекте 9075. Друзья, не буду занимать ваше время. Отдельно его разбирать смысла нет, потому что он во многом дублирует положение законопроекта 9074. И самое главное, говоря о законопроектах, не нужно сейчас планировать свою жизнь, исходя из того, что да вот сейчас эти законопроекты примут и я смогу выехать. Нет, друзья, не нужно так планировать. Потому что, повторюсь, судьба большинства законопроектов остаться законопроектами. Поэтому ищите другие возможности для выезда, те возможности, которые легально дает вам сделать государство. Друзья, на этом все. Если вы считаете, что видео полезно, поставьте ему лайк, поделитесь им в соцсетях. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok